Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Кировчане реже просят налоговый вычет за покупку жилья. Кировские налоговики подвели предварительные итоги декларационной кампании по доходам за 2016 год. По данным на середину мая, кировчане подали 65 тысяч деклараций на 8 тысяч меньше, чем на ту же дату прошлого года. Снижение произошло за счет деклараций, в которых заявлено право на вычет в связи с приобретением жилья. Таких поступило почти 34 тысячи на 4 процента меньше, чем в 2016. При этом граждан, которые должны подать налоговую декларацию, поскольку они получили доход от продажи имущества, от сдачи его в аренду и так далее, стало больше на 8 процентов. Налоговики начали рассчитывать имущественные налоги по-новому. С 1 июня начался расчет налогов на землю, транспорт и имущество. До 1 октября кировчане должны получить уведомления. Цифры в них могут измениться по сравнению с прошлогодними. Это связано с переходом на исчисление налога, исходя из кадастровой стоимости, а не инвентаризационной, как раньше. Чтобы рост платежей не был сильно ощутимым, предусмотрено применение различных вычетов, льгот и понижающих коэффициентов. Так, повышение платы обещают сделать постепенным, по 20 процентов в год. Кроме того, часть имущества не будет облагаться налогом. Если речь о квартире, например, то это 20 квадратов, для комнаты 10, для дома 50. Льготники будут освобождены от налогов только на один объект имущества каждого вида. Экономика. К другим новостям. Предприятие заплатили 80 миллионов рублей газовикам. Это долги, которые «Газпром» взыскал через суд только за май. Всего же с начала года по судебным решениям и судебным приказам взыскано почти 200 миллионов. На сегодня в правоохранительные органы переданы материалы на руководителей и владельцев четырех компаний-должников. Среди них – компании «Спецкабстрой» и «КБФ-групп» Зуевского района, газификацию которого «Газпром» приостановил как раз из-за долгов предприятий. «КБФ-групп» за два года задолжало 32 миллиона рублей, «Спецкабстрой» – 10. Программа «Экономика». Зарплата на малых предприятиях на 20% ниже средней. Об итогах работы малых предприятий за первый квартал сообщает Кировстат. По его данным, к началу апреля в регионе насчитывалось более 2000 таких предприятий. Там работало 70 тысяч человек. Средняя зарплата – 19 тысяч рублей. Это на 20% ниже среднеобластного уровня. Самые высокие доходы в компаниях, которые работают в области информации и связи – 30 тысяч рублей. Занимаются научной и технической деятельностью – 26 тысяч, и финансовой и страховой – 24. Наиболее низкая зарплата отмечена на предприятиях, относящихся к таким сферам, как образование, сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство. Названы самые высокооплачиваемые вакансии Кирова. Компания Headhunter изучила предложения на рынке труда. Самые большие зарплаты предлагают программистам – от 150 до 200 тысяч рублей. Такой оклад ждет разработчика средств информбезопасности. От 100 тысяч готовы платить заместителю директора по экономике и финансам в авиастроительной компании, менеджеру по корпоративным продажам обувной фабрики или начальнику отдела контроля фармкомпании. Коротко несколько цифр. 12 чиновников городской администрации наказали за ошибки в декларациях. Их привлекли к дисциплинарной ответственности. Семь кировских компаний представят свою продукцию на международной выставке «Росупак» в Москве. На 3 рубля вырос курс евро за последнюю неделю. Что касается валют на сегодня, доллар стоит 60 рублей 15 копеек, курс евро – 67,15. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». На 101 Афм.